Новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте! Главные темы дня. Речь пресс-секретаря правительства Республики Западной Армения. Величие горы Арарат поражает. Демонтирован хачкар артиф керанцы. Вопрос возвращения армян в Арцах должен вернуться в политическую повестку дня. Карен Мирсоян. Покажем истинную сущность Баку. Цены Западной Армении. Ван Кардашян. Поддержим государственное телевидение Западной Армении. 24 августа с речью выступила пресс-секретарь правительства Республики Западной Армения Арменуи Саакян. Представим 27 заседание Совета правительства Республики Западной Армении, где президент Республики Западной Армении Лидия Маркусян говорила о важности природных ресурсов. Президент подчеркнула их жизненно важное значение для армянского народа, подчеркнув, необходимо развивать и укреплять их. Лидия Маркусян напомнила о мероприятии, связанном с летним университетом, которое состоится 8 сентября. Также о конференции, посвященной богине Аннет, которая состоится 15 сентября. Пресс-секретарь представила новый выпуск еженедельника «Вестерн Армения», который дает читателям возможность глубже понять важность армянского наследия и опасности, которые угрожают нашим культурным ценностям. Расположенная в Западной Армении армянская гора Арарат, увенчанная белым снежным покровом, вызывает восхищение. Гора высотой 5137 метров над уровнем моря считается самой высокой горой армянского Нагора. Ее снежная вершина действительно впечатляет. Летом и зимой гора Арарат находится в центре внимания как местных жителей, так и приезжих армянистов. Путешественников гора радует своим уникальными пейзажами. В результате демаркации и делимитации границы между Тавушской областью, Восточной Арменией и Бакум-мост и прилегающие к нему участки, автомагистрали, ведущие в Грузию, перешли под контроль азербайджанской стороны. Новая дорога, инициированная правительством, проходит в обход моста, достигая церкви Сур-Пьер-Урту-Тюнг-Киранте, далее соединяется с главной дорогой. На участке дороги, который перешел к Азербайджану еще в 2020 году, под покровительством Армена-Пьерумяна, у входа в деревню был установлен хачкар-артиф, имеющий символическое значение для местных жителей. В результате демаркации и делимитации границы жителей были вынуждены демонтировать памятник. Баку намерены подписать не мирный договор, а какой-то документ о дорожной карте, где будут зафиксированы принципы будущего мирного соглашения. Об этом в интервью с корреспондентом Нью-Заэм заявил бывший министр иностранных дел Арцаха Карен Мирзоян. По его мнению, вопрос возвращения армян в Арцах должен обязательно вернуться в политическую повестку дня. Есть коллективные единицы в лице армян Арцаха, которые в результате преступной политики Азербайджана потеряли родину. Этот факт невозможно игнорировать. Для властей Восточной Армении этот вопрос сегодня считается закрытым, что ослабляет позиции тех, кто занимается этим вопросом. Но это не означает, что вопрос закрыт. Механизмы возвращения армян в Арцах требуют длительной и серьезной дипломатической работы. Однако без учета прав армян Арцаха ВАК в РОС не может быть решен, отметил бывший министр. В ноябре 2024 года в Баку пройдет 29-я конференция Рамочной конвенции ООН по изменению климата. Диктаторский и генетидальный режим ВАКУ воспользуется этой возможностью, чтобы наилучшим образом очистить свое имя об обвинении в нарушениях прав человека, доказательств геноцида и военных преступлений, накопившихся в результате последней 44-дневной Арцахской войны и всех последующих событий. Сыны Западной Армении Ван Кардашян Ван Кардашян – основатель первого армянского лобби в США. Одной лишь силой можно добиться независимости, но невозможно ее удержать. Для поддержания политической независимости нужны здравое руководство, умелая дипломатия, экономическая независимость и сила. Ван Кардашян неустанно продвигал в Соединенных Штатах идею об обретении Армении независимости. Занимался лоббированием в правительстве США проекта создания независимого армянского государства. Родившийся в Кесарии в 1883 году, Кардашян переехал в США и женился на американке. Был принят в Ельскую школу права, где начал заниматься публитистикой. После окончания университета устроился на работу в посольство Османской империи в Вашингтуре. Вскоре узнав, что его мать и сестра были убиты во время совершенного против армян геноцида. Кардашян использовал свое положение, чтобы тайно предупредить других о начавшейся кампании по уничтожению армян. Однако, узнав об этом, турецкий посол уволил его. Кардашян организовал Американский комитет за независимость Армении и лоббировал идею поддержки независимости Армении в американском руководстве. Собрал впечатляющую группу известных и уважаемых американцев, ставших членами правления организации, что помогло привлечь внимание к вопросу высших эшелонных властей США. Даже после провозглашения независимости Кавказской Армении в 1918 году, Кардашян продолжал настаивать на мандате США по защите Западной Армении и армянских регионов Кавказа. Как считал Кардашян и многие другие, это могло предотвратить агрессию со стороны России или Турции. К сожалению, Соединенные Штаты промедлили с решением о мандате и создании расширенной армянской территории, как это предлагал президент Вудро Вильсон. Впоследствии эти предложения стали известны как Вильсоновская Армения. После насыпления турецких войск Кемали-Ататурка, Запада и Советская Армия Севера в Восточной Армении смирилась, что ей придется стать частью Советского Союза. Тем не менее, Кардашян до конца своих дней продолжал сражаться за независимость родной страны. Оставаясь верным своим принципам и зрителю, телеканал Западной Армении продолжает бесперебойную работу с новыми подходами и идеями. Как известно, наш телеканал не занимается саморекламой. Последствием нашего телеканала мы транслируем программу о истории Западной Армении, представляем наши настоящие и будущие политические контексты. Также представляем вашему вниманию новости, поднимающие различные проблемы. Мы прозрачным и доступным образом представляем политические события Республики Западной Армении, включая деятельность президента, правительства, национального собрания и других структур. Дорогие соотечественники, с вашей поддержкой возможности нашего телеканала будут расширяться и укрепляться. Вместе мы сила! Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова